Приветствую всех друзей канала Fornax Film. Я нахожусь в Москве, в выставочном зале компании-партнера, с которыми мы работаем долгие годы. И сегодня на ваш суд я представлю новую линейку чугунных каминов, которые вышли под названием Эверест. Линейка очень интересная, большая, целых пять моделей. Все они различного дизайна, различного размера. Некоторые выделяются необычными формами. Но есть одно свойство, которое их всех объединяет. Это безупречное качество литья. Давайте познакомимся поближе с линейкой каминов Эверест. В линейке представлено пять модификаций, мощностью от 7 до 13 кВт. Модели F7, F8, F10, F12 и F13. Числовой индекс означает номинальную мощность камина. Соответственно, они рассчитаны на объем помещений от 140 кубических метров до 260. Все эти камина объединяет одно. Они очень качественно выполнены. Линейка каминов Эверест новая, но мы уже успели внести все модификации на наш сайт. Поэтому заходите на сайт farnax.ru, заходите в розничные магазины Farnax. Там вы можете познакомиться с актуальными ценами на эти камины. Ну а сейчас мы поближе познакомимся со всей линейкой и рассмотрим каждую модель. Самый маленький в линейке камин Эверест F7 вертикальной формы с выходом дымохода в верхней части. Большая вертикальная дверца. Топка тоже достаточно вместительная, но рассчитана уже на короткие дрова, либо на дрова, устанавливаемые вертикально. Камин Эверест F8. Очень интересная модель. Выглядит очень современно и необычно. Регулировка подачи воздуха осуществляется поворотной ручкой, находящейся на дверце. Регулировка «Чистое стекло» спрятана за дверцей. У камина Эверест F8 есть старший собрат, модификация F13. Эти камины похожи, но отличаются некоторыми элементами. Например, ручка подачи воздуха «Чистое стекло» уже не спрятана за дверцей, а вынесена на верхнюю поверхность печи. Также у этих каминов есть полочка перед дверцей, на которую может сыпаться угольки, либо же пепел от сгоревшего топлива при открытии дверцы. Модификация F10 и F12 также похожи друг на друга, но отличаются от других модификаций в линейке одной важной деталью. Это боковая дверца, которую также можно использовать для укладки дров в топку. Также у модификации F10 и F12 есть возможность переставить выход дымохода с верхней части печи на тыльную сторону. С особенностями органов управления каминов мы познакомимся на примере модели Эверест F10. Это 10-киловаттный камин с большим стеклом, при этом у него очень большая топка. На тыльной поверхности топки есть отверстие для подачи вторичного воздуха, для дожига уходящих дымовых газов. Естественно, перед дверцей установлен отбойник для того, чтобы угли или дрова не высыпались при открытии дверцы. У камина очень большой объемный ящик зольника, чугунные колосники и две ручки управления. Нижняя ручка управления позволяет регулировать подачу первичного воздуха, то есть тот воздух, который поступает в колосниковую зону. А верхняя ручка рассчитана на то, чтобы управлять потоками воздуха, направленными на тыльную поверхность стекла, тем самым его очищая. Передвигая рукоятку, мы меняем интенсивность подачи воздуха на стекло, для того, чтобы стекло оставалось всегда чистым. Все камины состоят из нескольких чугунных элементов, герметично скрепленных между собой. Качество лития просто безупречное. Уверен, что скоро вы сами сможете убедиться в этом, так как камины Эверест появятся в ассортименте компании Форнакса. Внимательные зрители нашего канала и, в принципе, люди, которые знакомы с ассортиментом других компаний, заметят то, что формами они напоминают западные образцы. Так оно и есть. Эти камины выпускаются в России, используют тот же качественный чугун, но выпускаются под другой торговой маркой, под маркой Эверест. Все камины линейки Эверест выпускаются по европейской технологии, но уже здесь, в России. Что же дает локализация производства в России? Чем же выгодна для наших покупателей эта новая линейка? Зачем выпускать похожие камины, пусть и того же самого качества, на рынок? А дело в том, что эти камины, хоть и очень похожи на свои зарубежные аналоги, имеют одну очень важную особенность для нашего российского потребителя. Это, как вы уже наверняка догадались, цена. Камины Эверест изготавливаются из качественного литейного чугуна и покрываются импортной жаростойкой краской. И при первой протопке камина, при обжиге его, который нужно будет производить при монтаже печи, эта краска не выделяет большого количества вредных веществ. Поэтому первую протопку каминов Эверест можно производить дома, непосредственно после монтажа изделия. Домоход только-только прогреется. Дай колуку быть. Этим можно любоваться бесконечно. Сегодня у нас есть возможность протопить одну из моделей нашего обзора. Это камин Эверест F12, мощностью 12 кВт. Отапливает он помещение объемом больше 400 кубических метров. Здесь спустя 30 минут после начала протопки стало уже очень комфортно. Порядка 24 градусов, хотя было всего 16. Но, естественно, можно полюбоваться тем, как горит огонь. Тем более, есть возможность поиграться с настройками камина. Верхняя рукоятка отвечает за работу системы «Чистое стекло». Сейчас она открыта. Можно ее немножко прикрыть, но стекло все равно останется чистым. Нижняя отвечает за подачу воздуха в колосниковую зону. Сейчас у нас подача полностью закрыта и камин несколько приглушен. Как только мы открываем, интенсивность горения моментально возрастает и камин работает на полную мощность. Субтитры подогнал «Симон»! В итоге мы получаем 5 каминов в линейке. Все они выполнены по европейским технологиям. Естественно, обладают изысканным европейским дизайном. Но и при этом имеют очень интересную цену для нашего отечественного покупателя. Не забывайте подписываться на наши социальные сети, заходить почаще на сайт fornax.ru. Только так вы можете узнать о поступлении новинок в наши магазины. Ну и на сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья! Счастливо!